Здесь Вассерман. Новости недели за 10 минут. Что значат эти события для нас и к чему они приведут, мы расскажем открытым текстом. Главное в Российской Федерации новость этой недели. Рубль не рушится. Курс почти замер, а скоро может и вовсе начать расти. Главное в России. Ответ всем тем, кто кричал о начавшейся катастрофе и о том, что ее не остановить. Оказалось, дело не только в санкциях и даже не в ценах на нефть, а в самой обычной жадности. Выступая перед деловыми людьми, приехавшими на саммит АТЭС, Владимир Владимирович Путин сообщил о наличии у Центрального банка Российской Федерации достаточных возможностей для стабилизации рубля на уровне около 42-43 рублей. Оказалось, что все эти недели падения курса и паники изготовлены вручную нашими родными банками. Когда курс растет и рядовые граждане скупают валюту миллиардами, а Центральный банк кидает каждый день, как в топку, сотни миллионов долларов, как не разбогатеть? Раскрутив истерику, кто-то стал миллионером, а кто-то и миллиардером, и только вмешательство с самого верха остановило этот аттракцион неслыханной щедрости. Центробанк прекратил подкармливать банки валютой, и истерика прекратилась, как по волшебству. Вот только вряд ли жирные банковские коты скажут спасибо тем, кто поддался панике и дал спекулянтам заработать. Из Пекина, где на этой неделе завершилась встреча высших руководителей стран-организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, пришли главные мировые новости. Российская Федерация там заявила о своем развороте на восток. Европейский Союз, так долго пугавший нас изоляцией, вдруг получил неожиданного конкурента. Оказалось, Китаю нужны и русский рынок, и русский газ. Российские «Газпром» и Китайская государственная нефтегазовая корпорация 9 ноября подписали меморандум от 30-летней поставки в Китай 30 миллиардов кубометров газа в год из западно-сибирских месторождений, сейчас снабжающих газом Европейский Союз. В дальнейшем экспорт газа в КНР может превысить его продажу в Европу. Это и называется независимость, когда экономическое давление не может влиять на политику страны. Три десятилетия назад арабы по американскому наущению обвалили нефтяной рынок и рухнул Советский Союз. Сейчас нас пугают тем же, забыв, наверное, что за это время Китай стал одним из главных игроков, а он ссорится с Россией, не намерен, наоборот, помогает расшивать узкие места нашего хозяйства. Китайский автопроизводитель «Черри» объявил о начале производства на заводе «Дервейц» в Карачаево-Черкесии. Проектная мощность 30 тысяч автомобилей в год будет достигнута через полтора года. Мы открытым текстом сообщили Европейскому Союзу, он не только не единственный поставщик товаров для нас, но и далеко не единственный потребитель нашей продукции. Попытается на нас давить, ему же хуже будет. Теперь никто не может нам диктовать, как себя вести. Похоже, это потихоньку начинают понимать даже самые упертые. 11 ноября канцлер Федеративной Республики Германии сообщила, что Европейский Союз пока не планирует вводить новые экономические санкции против Российской Федерации, но собирается расширить список людей, лишенных права въезда в ЕС. Таким образом, ЕС наказывает Российскую Федерацию за выборы, состоявшиеся в народных республиках Новороссии. Отмечу акцент на то, что экономику санкции не затронут. Это знак. Немецкому бизнесу надоело терять миллиарды из-за политики. И все же гомерическая неблагодарность немцев удивительна. В эти самые дни они вспоминают, как 25 лет назад Советский Союз предоставил им возможность воссоединиться за обещание не расширять НАТО на восток и не подминать под себя страны распадавшегося тогда Варшавского договора. Мало того, что эти обещания никто не сдержал, так еще и нас публично наказывают просто за готовность выслушать желания жителей других частей еще недавно единой страны за попытку защитить их интересы и саму их жизнь. 12 ноября Международная правозащитная организация Human Rights Watch представила доказательства использования украинской стороной систем залпового огня «Смерч» и «Ураган» во время вооруженного конфликта на Донбассе. Также в документе отмечается, что в залпах использованы особо опасные кассетные боеприпасы. Обстрелы жилых кварталов из установок залпового огня продолжались всю эту неделю. Не думаю, что на благословенном демократическом Западе этот доклад заинтересует хоть одно официальное лицо или хотя бы умелоуправляемое общественное мнение. Там месяцами долбливают басню об агрессии злобных московитов против чудесных украинцев. И заявление каких-то правозащитников не повод что-то менять. Ну падают кассетные мины в городах, ну гибнут дети на спортивных площадках, а их родители в собственных спальнях. Что тут такого? Открытым текстом напомню, Россия с первых минут противостояния на Украине требует только одного – услышать и начать уважать мнение жителей Новороссии. Мы сделали все, чтобы предоставить киевским соучастникам государственного переворота возможность найти, наконец, общий язык с теми, кому это преступление прямо угрожает. Вместо этого Западная Европа и Северная Америка открыто поддерживают тех, кто без сомнения и стеснения посылает сотни кассетных боеголовок в жилые кварталы. Сколько еще докладов и трупов им нужно увидеть, чтобы признать, кто на самом деле агрессор? Еще одна новость этой недели. В Москве запахло совсем не жареным. Едкий запах сероводорода на двое суток накрыл столицу и напомнил, кто не заботится об отдаленных последствиях своих действий, угрожает всем окружающим. 10 ноября жители многих районов Москвы пожаловались на запах сероводорода. Кроме того, автоматическая станция контроля воздуха в районе Кожухова установила, что концентрация формальдегида в полтора раза превысила допустимую, а стерола в два с половиной раза. Опасная химия угрожала всем, особенно людям с больными сосудами. Но о выбросе официальные пресс-службы долго молчали, а после и вовсе заявили, что найти источник опасного выброса по горячим следам не удалось. Вроде как ничего и не случилось. 12 миллионов москвичей, оказавшихся в группе риска, вроде как не в счет. Специалисты считают, самой вероятной причиной отравления московского воздуха сбой на нефтеперерабатывающем заводе в Капотне. Руководители завода не только заверяют, что он действует в штатном режиме, но и отмечают, что в составе выброса есть компоненты, вовсе отсутствующие на заводе. Продолжается проверка еще двух десятков предприятий. В любом мегаполисе мира после подобного выброса провинившихся завалили бы исками о причинении вреда. Страх получить миллиардные штрафы заставляет даже самых жадных капиталистов использовать новейшие системы очистки и, главное, нанимать на работу профессионалов. Мы требуем того же. И виновные в выбросах должны рублем, миллиардами рублей отвечать за все последствия своей деятельности. Вот тогда не только столица, а и все города России смогут спать спокойно. Что ж, на этом все. Будет следующая неделя, будут следующие новости. Здесь Вассерман. Новости недели за 10 минут. Что значат эти события для нас и к чему они приведут, мы расскажем открытым текстом. Главное в Российской Федерации новость этой недели. Рубль не рушится. Курс почти замер, а скоро может и вовсе начать расти. Ответ всем тем, кто кричал о начавшейся катастрофе и о том, что ее не остановить. Оказалось, дело не только в санкциях и даже не в ценах на нефть, а в самой обычной жадности. Выступая перед деловыми людьми, приехавшими на саммит ОТЭС, Владимир Владимирович Путин сообщил о наличии у Центрального банка Российской Федерации достаточных возможностей для стабилизации рубля на уровне около 42-43 рублей. Оказалось, что все эти недели падения курса и паники изготовлены вручную нашими родными банками. Когда курс растет и рядовые граждане скупают валюту миллиард,